привет меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции тем более когда нужно купить недвижимость рассказываю исходя из личного опыта и опыта наших соотечественников как купить как продать как поехать в различные красивые места курьезы и случае все это будет в моих выпусках так что посмотрите что значит жить в турции учиться работать отдыхать я долгое занимаюсь недвижимостью в том числе и в турции сегодня я хочу провести социальный эксперимент я вобью в поиске интернета купить квартиру в алане и выберу в интернете риэлторские фирмы которые первые мне выпадут в поиске я задам представитель агентства недвижимости ряд вопросов в том числе какое самое дешевое предложение вашей базе на сегодняшний день действительно ли упали цены на 30-40 процентов заперет карантин можно ли не платить кредит если наступит очередная пандемия сколько же риэлтора берут за свои услуги и в конце видео я вам расскажу несколько важных фактов про которых вам риэлторы не хотят говорить я представлю сергеем скажу что супруга нахожусь сейчас в турции в алании и хочу приобрести квартиру хорошую близко к морю у меня есть 50 тысяч евро досмотрите это видео до конца будет много полезного и интересно не переключайтесь поехали ну что как и договаривались я начинаю обзванивать агентство недвижимости и сейчас мы выясним что же они ответят мне ну чтобы вы понимали что у нас будет происходить я буду представляться клиентом к примеру сергеем попытаюсь выяснить что мне предложит их агентство недвижимости исходя из того мы спросят что у меня 50 тысяч евро и я хочу приобрести недвижимость задам вопросы которые нас всех интересует алё а здравствуйте я хотел поинтересоваться недвижимостью вы занимаетесь скажите пожалуйста вот я хотел выбрать недвижимость вот хочу приобрести женой могу я купить в размере там 50 тысяч евро вы можете мне предложить тогда вот мы жена подготовили некоторые вопросы тоже она будет слушать если вы не против я поставлю на громкую связь хорошо по поводу оплаты меня интересует ипотеки ставки условий на кредит как можно это оформить может такое сделать и тогда можно будет сделать да и тогда спокойно можно будет и кредит выдаваться и обязательно надо чеки что вы у себя на родине оплачивали воду электричество вот это а так как на это квитанция все что вы действительно оплачивали на ваше имя или какие-то банковские перчисления а какие примерно проценты сейчас из-за коронавируса можно купить квартиру на 30 а то и 40 процентов дешевле чем было нет нет абсолютно потому что цены те же стоят да вот как будто срочно кто-то у кого-то кредит или это не могу сказать но потому что все уверены что скоро дороги обкроются прилетят и продадут поэтому не хотят никто вот эту сумму терять вот 4 5 или сколько-то пока цены не упали чуть-чуть может какая-то разница есть но это не сильно вот влияет а вот еще мы мы такого вычитали что застройщики дают расстрочку при покупке недвижимости от застройщика примерно на какое максимальное время они дают расстрочку на два года дают но я с этим честно говоря не связываюсь почему потому что строчки до квартиры тапу сразу вам руки не дают это все через контракт покуда полностью не оплатите тапу не получите то есть документы на квартиры переоформление это во первых недавно один такой случай тут застройщик был он уже почти достроил но еще работа продолжалась а что входит в вашей стоимость услуг услуг есть например вот я работаю как вы приехали мы с вами ездим все показывает сколько вариантов даже вот вы приехали я вас встретил я вам квартиру предоставил жилье временное ну два дня 5 дней а куда не выберем мы с вами ездим находим квартиру забираемся до хозяина если это чуть-чуть дороговато торгуемся вместе с вами все происходит на ваших глазах сначала берем тапу отправляем в мере отправляем где оформляется чтобы на квартиру никаких обременений не было чтобы квартира нигде в ипотеке не было задолженности не было когда убедимся что она чистая тогда уже начнем думать торговаться с хозяином будем и будем дальше об оформлении после всего этого как вы рассчитаете с хозяином вместе же а потом мои три процента например купили за 50 тысяч полтора тысячи мои за услуги и от меня и продавца или только от меня не только от вас берут но я могу тогда если я буду брать от продавца я с ним не могу торговаться смотрите если продавец хочет 55 тысяч евро да например мы можем с вами вместе до 50 с ним торговаться и вы мне тут отходите всего лишь полтора тысячи но зато три с половиной вы выигрываете у хозяин если скажет 55 и ни копейки потому что он мне будет очень хороший момент а как я могу уверен что меня не обманут вот как будет происходить проверка сделки вообще в целом и документов и наши с вами отношения проверка сделки вы идемте вместе в топлу там хозяин и этот покупатель и продавец меня туда не пустят то есть в зале будем сидеть но момент оформления я туда не захожу с вами заходит государственный представитель юрист переводчик и там камера все снимает юрист переводчик она или он обязанного все перепроверить если квартире какая-то проблема и и уже долг проинформировать вам поэтому тут все спокойно вы выходите мы все вместе идем вы заходите там она вам все переводит и говорит вот такая-то квартира находится на такой-то месте квартира без долгов без ничего никаких проблем нет давайте вот по-честному я вот меня это вопрос волнует а где гарантия что вы за моей спиной не договорить продавцом том что вот он вам даст тоже процент и вы будете плохо торговаться как вот я это узнаю знаете как почему да вы правы очень хороший вопрос но как бы я за вашей спиной не начал бы так все равно когда вы проживете вот месяц два-три у вас будут соседи естественный русский украина вы все равно правда все равно выплыли но это не в моих интересах потому что если вы будете довольны вы мне другим как поведете родственникам такого вот вот так и если вы сомневаетесь лично мои покупатели из пяти с москвы очень много с украины просто я могу вам контакты дать можете у них мы до сих пор семьями дружим и просто семьями дружим то есть смотрите сами мне не будете доверять другому риэлтору другому риэлтору но без риэлтора без агентства недвижимости просто закон такой вы не купите если вы туда берете например прямо хозяина и вместе пойдете вас не примут обязательно контракт надо через агентство недвижимость не у меня ну у любого я думаю что вы я могу сейчас вам 200 вариантов выслать там на телефон вы посмотрите но фотки это другое ну то есть в принципе что касается добропорядочности то тут только на доверие то есть я же это не как проверю там когда уже я куплю квартиру я уже с этим ничего не сделал да я узнаю к примеру что вы там взяли проценты дают сейчас например застройщики какие-нибудь там дополнительные бонусы плюшки в условиях карантина какие-нибудь скидки там ну хотя бы на 20 процентов вот сами застройщики ну то есть такой маркетинговый ход как вас зовут меня зовут сергей сергей очень приятно сергей я вам одну вещь скажу вот я вам честно клянусь возле моего офиса family резиденция хороший комплекс новые дома тут не правда я встретил николай мимо проходил и познакомились ну уже в возрасте да вот я говорю может квартира там помочь что надо мне это говорить я уже тут купил я говорю за сколько говорит за 70 тысяч евро то есть понимаете почему такие вопросы спрашиваю тоже пожалуйста не обижайтесь смотрите и по поводу вот кстати вот застройщиков вот денежных взаимоотношений вот например мы возьмем расстрочку вот а из-за вот этой ситуации с вирусом ну я не смогу вовремя оплатить чем это мне чревато как к этому отнесутся застройщики ну это не знаю это проблема будет потому что вы подписываете контракт угу вот вы подпишите контракт что я такого-то числа закрою вот это то есть грубо говоря тогда контракт будет аннулирован те деньги которые я выплатил они сгорят возможно возможно просто есть не люди не люди могут так поступить а вот когда же лучше все таки покупать квартиру вот чего ожидать от окончания вот этого карантина снова поедет народ покупать недвижимость или продолжать снимать там квартиры и выжидательную позицию примут вот ваше мнение как специалиста что вы скажете я думаю что сейчас как дороги откроются цены вот перелеты начнется цены подрастут подрастут да потому что сейчас правительство немного уменьшилось застройщики то есть центре города по этим улицам эти ходовые места хорошие уже мест нет только туда в горы а в город не каждый хочет потому что далеко от моря далеко от рынка рядом нету магазинов надо иметь собственную машину в горах такие там строят шикарные специально комплекса квартиры там чтобы людей туда вот именно из-за инфраструктуры привлечь но все равно если рядом я буду туда полчаса добираться пешком нет у меня машины например зачем мне эта инфраструктура поэтому вот сейчас будут цены немножко подымут ну вот как вы думаете имеет смысл подождать или лучше сейчас покупать я думаю сейчас есть возможности сейчас есть возможности потому что любой владелец тоже в вечном объявлении если когда дороги откроются да цены подорожать естественно тоже подойдут ну а какой смысл тогда ему сейчас выкладывать может быть вот я поэтому и думаю логику мышления продавца может быть он сейчас придерживает в надежде то что когда откроется транспортное сообщение что ему сможешь продать квартиры дороже и не надо кто не придерживает кому надо сейчас продать продает потому что человек продает свою 1 плюс 1 Jobs Direc 2 плюс 1 продает хочет переехать куда то например купить который тот угол Он знает, что у него есть это. Это перекупы могут ждать, перекупы. Но это же тоже интересное предложение у них бывает. Может быть, имеет все-таки смысл подождать немного? Потому что сейчас наверняка все перепуганы, думают, как будет с ценами, лучше попозже чуть-чуть продам. Когда будет больше выбора? Если, собственно, я не думаю, но перекупы многие ждут. Вот, например, попалась мне квартира за 3, я знаю, что сейчас, когда дороги откроются, я его продам за 45, ну, примерно, подожду. Я перекуп, а я купил, и несколько таких купил и жду, кто торопится. А если я живу в этой квартире, и мне надо продать, все равно я сразу же куплю за такую же цену, ну, недорого куплю, 3 плюс 1, и разницы нет. Хоть тогда, хоть сейчас. Поэтому, я думаю, не знаю. А так, я могу сказать, есть и да, сейчас, но это уже выйдет, как будто я вас уговариваю. Я не хочу, я говорю, как она есть. Хорошо, спасибо большое. Да, на связи, Фуат, всего хорошего, до свидания. Спасибо. Спасибо, Фуат, за развернутые ответы. Правда, иногда немного неразборчиво было слышно, но бегущая строка, думаю, помогла разобраться. Сразу хочу сказать, что я увидел невооруженным взглядом. Менеджер не хочет предлагать застройщиков и нечестно рассказывал про них. Рассказывал, что недавно какой-то застройщик не закончил стройку и всех бросил, и люди рискуют, так как сразу топу не получают на руки. Этот риелтор просто юлит. Почему он заинтересован продать людям вторичку? Да потому что риелтор сразу тогда получает свои комиссионные. У него есть свое понимание, какую квартиру ему выгоднее вам продать. Он не хочет ждать, пока достроится дом и ему выплатят комиссию. Вот ты подвох с его стороны, а значит он ненадежный риелтор. И не уверен, что будет работать до этого времени, пока достроится дом. С таким риелтором у вас не получится большого выбора. Надежные агентства недвижимости работают только с проверенными застройщиками. И никогда не станут даже связываться с ненадежными застройщиками. ФАТ, отговаривая от нового жилья от застройщика, говорит, что для оформления квартиры нужен договор купли-продажи. Для оформления договор купли-продажи не нужен. В кадастровом управлении в перечне подаваемых документов не требуется контракт. Но в защиту слов менеджера хочу заметить, что, конечно, лучше, чтобы этот договор все-таки был. И желательно с трех сторон. Между агентством, клиентом и продавцом. Я советую работать с крупными агентствами недвижимости, где тщательно подбирается персонал для работы с клиентами. Тогда и не жалко оплачивать услуги профессионалов. Скупой платит дважды, помните, да? Окей, послушаем, что дальше нам скажут менеджеры и риелторы. Добрый день. Добрый. Я хотел поинтересоваться квартирами. Могу с вами поговорить на эту тему? Да, конечно, пожалуйста, слушаю. Отлично. Смотрите, прошу прощения, как вас зовут? Меня Светлана, а вас? Светлана, очень приятно. Меня зовут Сергей. Света, если вы не против, я поставлю на громкую связь, чтобы жена тоже могла сразу же послушать. У нас есть несколько вопросов. Какое у вас самое дешевое предложение в вашей базе недвижимости? И что это может быть за ту цену? Ну, если вы хотите 1 плюс 1, это одна цена. Если хотите 2 плюс 1 квартир, конечно, другая цена. Давайте 1 плюс 1, вот самая дешевая, что может быть у вас? Что у вас есть за самая дешевая база? 36 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Надо посмотреть. Ага, и что это будет? Это строящийся объект 1 плюс 1 в Овсаларе. 34 даже там, по-моему, было. И 2 или 3 проекта по такой цене в Овсаларе, например. Это где-то 800 метров от моря. Пляж Инджикум, наверное, знаете, знаменитый пляж. Больше не надежу. Да, 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 слышу. Можно я вам тоже задам вопрос, чтобы примерно понимать, то есть для каких целей квартира покупается? Давать в аренду собственное проживание, летний отдых? Да, я понял. Смотрите, я хочу для начала издавать, а потом уже самому переехать. Подарим. Да, и вот еще вопрос, если можно, да? Смотрите, по поводу, вы говорили от застройщика, я тоже читал, что застройщики дают трочку. Вот какая самая максимальная рассрочка от застройщика? Ну, застройщик обычно дает до момента готовности. То есть, если объект строится, вот до того момента, как он будет готов, например, в Соларе, то, что сейчас говорил, объект есть, он сдается в декабре месяц. Ну, я могу там с ним договориться, может быть, на год, может быть. Это лично надо уже с ним обсуждать. А стандартная рассрочка до окончания строительства. То есть, максимально это до года? Ну, год, да. Есть проекты, где два года есть рассрочка, но они в основном дорогие. Когда застройщик идет навстречу, дается, если квартир там больше 100 тысяч. Хорошо. Смотрите, Свет, такой вот вопрос по поводу оплаты. Вот каким образом производится оплата при покупке? Можно ли, например, договориться о том, чтобы оформить ипотеку, какой-то кредит, какие ставки, условия? Ну, конечно. Да? Если квартира готовая, и даже на строящиеся объекты, например, там, если стадия готовности более 50%, в принципе, тоже можно кредит оформить. Кредит дает на сумму половину от оценочной стоимости. То есть, вот оценщик, поскольку ее оценит, естественно, она будет чуть ниже, чем ее рыночная стоимость, как вы извините, наверное. То есть, если бы 50 тысяч оценил ее оценщик, вот где-то примерно 25 тысяч вы можете в банке с руком до 15 лет. А какие процентные ставки, чтобы понимать? В среднем 7% примерно. Гарантия банк дает в лирах под 13% судовых. Понял. Так, есть. По поводу ситуации с коронавирусом. Сейчас вот кризис. Я думал, что наверняка будут какие-то там сейчас снижения в цене. Вот мы читали в Фейсбуке, там пишут, что 30-40% дешевле. Вот я хотел вас как специалисты уточнить. Ну, это все глупости. Если снижают цену на 30-40%, значит, эта квартира ничего не стоит. Вообще всегда наводят на мысль, когда делается большая скидка. Она невозможна. То есть, есть себестоимость жилья. Она складывается из нескольких факторов, так скажем. Это земельный участок первое. Вот вы купили, например, за миллион земельный участок. Потом, значит, квадратный метр, у вас там, например, 500 евро обходится за стройщику. Там со всеми делами. То есть, это же все просчитывается. То есть, это же не просто из воздуха берется. На Фейсбуке там вообще половина ненормальных людей, которые пишут. Вот, там это стоит 25, мы покупаем за 50, но такого быть не может. 9 лет я в этом бизнесе, так скажем, прекрасно знаю это все изнутри. Поэтому скидка может быть, конечно, какая-то. Зависит от оплаты. Если это рассрочка, то ни о какой скидке, собственно, говорить не стоит. Если это наличка, вот человек пришел, положил, я думаю, там в пределах 5% возможного. Теперь это по поводу ваших услуг. Скажите, пожалуйста, что входит в ваши услуги и сколько это вообще будет нам стоить? Ну, для вас услуги агентства, как любое нормальное агентство, с клиента не берет ничего. Ему платят всегда тут застройщик, либо продавец квартиры. На вас это никак не отразит. У вас никаких лишних денег. То есть, мне платят мою комиссию застройщик, как любому другому агенту. А какие вообще тогда у меня оплаты? Там, например, там оформление квартиры, налоги, свет, вода? Вы платите только государству за оформление. Больше ничего вы не платите. То есть, вот государство сколько установил, то есть, 4% это налог для иностранца, значит, от оценочной стоимости, ну, экспертизы проводят, знаете, наверное, да? Да. Вот. Во сколько эксперт оценил от этой стоимости? Ну, мы иногда занижаем, чтобы клиент много не платил, там, договариваемся, в кадастровом управлении немного ниже показывают. Можно так? Можно. Можно. Ну, нельзя ниже, чем стоимость администрации. То есть, например, администрация города установила 100 тысяч лир, да? Эксперт оценил 260. А мы показываем, например, там, 150. Ну, немного ниже. То есть, какая-то, никакая-никакая экономия. Вот. То есть, получается, налог государства 4%, в кадастровом управлении выплате, плюс эксперты услуги, 500 лир переводчик, ну, вода, электричество. Если эта квартира новая, еще техпасов. Я-то как понял с ваших слов, что, получается, вы с клиентов ничего не берете, а берете с продавцов. Правильно я понимаю? Да, правильно я понимаю. А вот как в этой связи тогда я могу быть уверен, что меня не обманут? Как происходит проверка юридической частоты сделки, как везде пишется? И вообще вот то, что вы мне продадите ту квартиру, которую я хочу, а не которую вам выгодно продать, потому что вы же получаете деньги от продавца. Вот как быть вот здесь? Поясните, пожалуйста. Как выбрать нормальное агентство, которое дорожит своей репутацией. Больше никаких вариантов нет. То есть, если это фирма надежная, которая работает не один год на рынке, то есть, в которой есть там хороший сайт, там, я не знаю, соцсети, все это, все в доступе. То есть, вы можете куда-то нажаловаться, написать, да, грубо говоря. То есть, нормальная фирма этим не будет заниматься, просто смысла в этом нет, понимаете? Вот это одноразово украсть там какую-то копейку. Какой смысл? То есть, если человек сидит там, работает в хамаме и продает вам квартиру, тут можно задуматься о том, состоится ли сделка или нет. Если это агентство недвижимости, которое зарегистрировано официально, у него есть лицензии все, которые вы можете потребовать. По-моему, требования вам должны их показать. Да, понимаете, Света, меня это потом не особо будет утешать, когда я узнаю, что сосед мой купил квартиру, там, грубо говоря, за 55 тысяч, а мне ее агентство со всеми лицензиями продало за 70. То есть, да, конечно, я там нажалуюсь, но после кулаками... Если о вторичке идет речь, ее можно продавать за сколько хочешь. То есть, если вы покупаете вторичное жилье, человек хочет 100 тысяч, а другой, может, хочет 50. Но такого, конечно, невозможно в два раза. Понятно. Нет, я просто потому, что на стороне клиента получается или на стороне продавца? Естественно, агентство даже в договоре прописано, что любой агентство выступает на стороне клиента, то есть, защищает полностью его интересы, как материальные, так и юридические. А как, к примеру, я тогда могу быть уверен, что вам эта квартира, там, достается от продавца, там, при этом, за 50 тысяч, а вы мне, там, можете сказать, там, за 60 или за 70? Ну, это вам никто не будет доказывать. Вы сами же не слепой можете выбрать рынок. Сейчас есть же много сайтов. Пожалуйста, промониторьте, определитесь с ценой. То есть, в основном, большинство крупных агентств одни и те же объекты. Цена на эти объекты одинаковая. Потому что, например, мне присылают и другим фирмам присылают одни и те же люди. Такая система, что в Алании старичники выкупают квартиры, продают их. То есть, они берут доверенности на эти квартиры, полностью проверяют все документы. Бывает такое, что квартира прямо вот от собственника, но я, например, вообще не беру никогда у собственника квартиры. Объясню, почему. Потому что я не знаю, этот человек, правильно? Он может не прийти на сделку, он может взять залог и пропасть просто без вести. Такое бывает? Конечно. Один раз у меня вообще в ТАПУ уже, мы сидим и ждем ТАПУ, он встает и уходит. Говорит, что-то я дешево продаю свою квартиру. Это, ну, понимаете, я же не знаю, он дурачок или нет. Я не могу этого гарантировать. А отвечаю, несу ответственность за исход сделки я, правильно? Претензии будут все ко мне. То есть, если хозяин просто не явится в кадастры управления и не вернет залог, который он получает, а не агент. То есть, когда залог дается за квартиру, он передается хозяину. Агентство ни копейки с этого не берет. Агентство получает свою комиссию, когда уже сделка состоялась. Но нормальные агентства работают именно с такими людьми, которые покупают, проверяют, предоставляют всю документацию и сами его за шкирку приведут в ТАПУ, понимаете? То есть, Свет, поправьте, если я, может быть, неправильно что-то понял. Но чтобы быть уверенным в том, что хорошая квартира по нормальной цене, которую, грубо говоря, мне агентство предложит, я должен сам мониторить примерный рынок и ориентироваться в ценах, чтобы меня никто не обманул. Я вам честно скажу, во всех агентствах нормальных одинаковая комиссия. Одинаковая. То есть, нет такого, что кто-то дороже, кто-то дешевле. Это бывают такие, видите, в Махмутларе там 50 тысяч агентств, которые на табуретке сидят вокруг двери, и у них одна продажа там в год, поэтому он может любой цену назвать. Агентство нормальное продает стабильно, то есть, нам важен поток клиентский. Мне не нужна одна продажа, мне нужно несколько продаж в месяц. Если я один раз наварюсь на какой-то квартире, ко мне просто больше никто не придет. Я больше заработаю, если я делаю меньше комиссии, быстрее продам. Ну да, в принципе, логично. Я считаю, что он в том, чтобы от каждого клиента довольного пришло еще два клиента. Так и есть на самом. Все клиенты приходят друг от друга. Теперь вопрос по поводу времени покупки. Ну, вы знаете про эту ситуацию с этим коронавирусом. Чего ожидать вообще от кончания карантина? Снова повалит народ покупать недвижку? Или продолжит... Ну, карантин продали три квартиры. Даже так. Ну, а вот по поводу предложений. Вот сами хозяева, они будут занимать выжидательную позицию, не выкладывать свою квартиру в ожидании того, что, может быть, потом дороже продадут? Я не думаю. Цены вообще не изменились. То есть, какие были, такие остальные. Все знают, что карантин закончится. То есть, это же не какая-то там аховая ситуация, например. Конец света, и все решили продать квартиру. Такого нет. Даже вот в 16-м году, когда сбили самолет, вот в ноябре 15-го, не было продаж примерно 3 месяца. Потом так же люди поехали, так же покупали. Я помню, в 16-м году я продала самые дорогие квартиры вообще. Имеет смысл приобретать недвижимость сейчас или все-таки подождать? Сейчас есть возможность получить скидку, может быть, больше, так как не так много клиентов. Потому что в основном сейчас онлайн-продажи идут. А как происходят эти онлайн-продажи? Также составляется договор. В договоре прописывается, что онлайн-договор имеет такую же силу с печатями, с подписями, все. То есть, и перечисляются деньги, тут все фиксируется, и свидетельство о недвижимости отсылается обратно к клиенту уже хозяин или как? Если квартира, ну вот мы продали две новые квартиры, одну вторичную, да? Если квартира новая, на нее, как правило, есть рассрочка. Строящийся объект там, например, рассрочка. Поэтому человек перечисляет деньги на счет застройщика. Потом он просто прилетит к окончанию строительства и получит стопу. Он отправляет деньги не мне, а застройщику. Прописывается договор еще застройщику. По поводу вторички, вот сейчас у меня из Казахстана на днях высылают доверенность. То есть, они деньги уже перевели, делают в турецком консульстве доверенность, и я носимое оформляю. Вы даже советуете сейчас покупать. А какую можно получить, грубо говоря, скидку, если сейчас приобретать? Ну, если зависит, зависит от плана оплаты. Плата, ну, если новое жилье, я думаю, в пределах 5% можно добить. Хорошо, Свет, вы все очень четко нам ответили. Сейчас будем переваривать. Спасибо большое, Свет. Ага, пожалуйста. Да, всего хорошего, до свидания. До свидания. Светлана, достаточно правдива и профессиональна. Только она не сказала всю правду, что комиссия агентства на самом деле заложена в стоимости, а не оплачивает хозяин квартиры. Если застройщик, то же самое, комиссия заложена в стоимости, которая выплачивается агентству после окончания сделки. В нормальных агентствах недвижимости нет плохих собственников. Составляется грамотный преддоговор, и пусть попробует потеряться с авансом. Как вас зовут? Меня Ольга. Ольга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Оль, я вот хочу поинтересоваться о покупке недвижимости. Мы с женой подготовили несколько вопросов. Какое у вас сейчас самое дешевое предложение? Есть разные варианты. Если вы приобретаете у застройщика, например, строящееся жилье, что я вам буду советовать? Потому что строящееся жилье вы можете купить гораздо лучше, у вас будет рассрочка. В этом случае вам расписывается график платежей, и вы оплачиваете ежемесячно, ежеквартально. Это индивидуально обсуждается. Можно оплачивать наличкой, можно переводить на счет, можно переводить на карту, если с карты удобно снимать. То есть тоже варианты есть разные. Значит, если это готовое жилье, или если это вторичка, то есть не застройщика, а отчастника покупаете, то тогда деньги в обмен на документы необходимо делать. Вы эти деньги каким-то образом аккумулируете здесь, присылаете себе на счет, риэлтору на счет, приводите деньги с собой, и непосредственно при оформлении документов вы их передаете. До оформления документов только какой-то небольшой залог, задаток. А как вот я большую сумму передам? Например, 50 тысяч, не могу же 50 тысяч перевести через границу, там надо декларировать, а там налоговые. Вот как быть? Во-первых, можете задекларировать, таким способом тоже привозят. Да, вам нужно будет декларировать, но если у вас как бы эта сумма понятна, откуда пришла, и нет каких-то вопросов, то многие люди привозят именно так. Другой вариант, эту сумму перевести банковским переводом, то есть можно самому себе открыть здесь счет и перевести, сделать такой перевод. Вот об этом как раз, вы из России? Да. Вот об этом как раз у нас в российскую налоговую необходимо отчитываться, поэтому этот способ, он как бы менее удобен. Я могу помочь со счетом, то есть если у нас как клиента с риэлтором доверительные отношения сложатся, то в принципе в договоре я могу прописать тебя и свой счет дать. То есть у меня тоже есть такое право, ваши деньги, и как бы дальше их отправлять при, ну или снимать, или отправлять при получении документов. Последний вариант, он для вас более расходный, но если вы хотите всем уж как бы свои деньги не показывать, то это вот снимать карточки. Здесь уже обычно есть проценты в банкомате, но люди потихоньку, постепенно снимают. Обычно как бы либо приводят наличными деньгами, либо переводят на счет. А я еще слышу, что есть какая-то система, когда я могу в России передать деньги человеку, он вам здесь говорит об этом, и у нас сделка состоится. Это полулегальная схема, которая очень дорого стоит, и как бы я на самом деле не доверяла бы. У каких-то крупных застройщиков представительство в Москве, но сейчас, по-моему, уже ни у кого нет. Я слышала о таких моментах. Лучше всего нормально вот непосредственно сюда, в Турцию, эти деньги привезти, если вы в руках их везете. Ну, в последний раз у меня мужчина привозил 150 тысяч евро. Просто заранее приехал в аэропорту, заполнил декларацию, привез. Я тут водителя отправила, его встретили. Сразу же в банк положили. Ну, у кого есть такая возможность, у кого зарплата позволяет по 150 тысяч спокойно декларировать в нашем государстве, то тогда, да, проблем нет. Это большинству нормальных работяг приходится от налоговых много чего скрывать, сами знаете. Ну, вот именно он, как бы, будучи юристом, говорил, что тут как бы как раз меньше внимания привлекается, чем нежели по счетам это все проходит. Такое мнение было. Ну, в любом случае, как-то их привозить надо. То есть можно, на самом деле, привозить их частями. Если вы покупаете как раз рассрочкой, у вас будет достаточно много времени, чтобы привозить, у нас не подлежит декларации, 10 тысяч долларов, это где-то 8 евро. Всей семьей можно поехать в след, да, и никакая декларация не нужна, и привезти. Два раза съездить, например, или там, если у вас рассрочка год, спокойно можно все эти деньги привезти. Вот, кстати, Оль, вопрос по поводу расстрочек. Вот застройщики на сколько максимально дают расстрочку? На период строительства дают, как правило, максимум два года. Они делают какие-нибудь хорошие скидки? Нет, на самом деле цены не падают, наоборот, очень много людей интересуется. Я думаю, что как только у нас карантин закончится, то цены будут расти, потому что как-то люди активно спрашивают, но кто-то покупает онлайн, не имея возможности приехать, а кто-то вот ждет прям непосредственно с первыми самолетами прилететь. То есть вы считаете, что если покупать, то лучше сейчас, да? Я считаю, да, если вы настроены. Это хорошие варианты от застройщиков есть, и дальше перспективы я не знаю. То есть я не думаю, что будет падать, потому что люди уже рассматривают как бы такой более индивидуальный отдых, чтобы у нас квартира своя была, не было толпы народу, вот как в отеле. Что же за этот счет беспокоится? Поэтому дальше как пойдет, точно сказать не могу. Ну вот падение не знаю. Что может лучше подождать, когда уже ситуация у стаканцей на рынок хозяева, собственники выложат какие-то хорошие варианты и спокойненько тогда покупать, как вы считаете? Не, мне кажется, вряд ли, потому что сейчас могла бы быть такая тенденция, наоборот, что действительно какие-то варианты подешевле бы появились, потому что кто-то остался без работы, сезоном у нас не очень. Вот эти вот тенденции. Кому-то срочно нужны деньги, люди будут продавать, а те, кому как бы сильно не надо, они потом будут продавать достаточно дорого, как бы не очень выгодно. Но сейчас я не скажу, что есть опять же валом такие квартиры, есть у меня люди, которые звонят, говорят, вот что-то подешевле выйдет, я там сразу куплю. Но я бы тоже могла, но таких, откровенно говоря, предложений пока нет, и все уже открывается, как бы у нас здесь все открылось. Рано границей. К примеру, расстройки от застройщика. Сейчас сами видите, какая ситуация, если вдруг у меня будут какие-то перебои с поступлением средств, я не смогу вовремя закрыть свои обязательства. Как к этому отнесутся застройщики? Значит, смотрите, вам нужно посчитать, какой план оплаты вас бы устроил предварительно. Ну, конечно, вы сами знаете, как у вас обычно поступление бывает. Исходя из этого выбрать. Но, естественно, в договоре прописываются моменты, что происходит, если вы не можете. Обычно на деле это происходит так. Взаимные договоренности. То есть вы приходите, говорите, у меня срочка нужна на два месяца. И обычно люди идут на это, то есть они соглашаются и дают вам эту отсрочку. То есть лояльно, да? Да, достаточно лояльно. Если у вас совсем ситуация возникла, что необходимо расторгнуть договор, тогда там есть штрафные санкции. 10, что ли, процентов вы теряете. Но остальное вы получаете назад при продаже этой квартиры след другому покупателю. Есть еще один момент. Я обычно всегда его в качестве подстраховки использую. Например, изначально, когда я стала покупать здесь квартиру, у меня не было денег. Я думала так, что я возьму в стройке квартиру, допустим, за 40 тысяч. Два года есть рассрочки. Я, может быть, и 40 оплачу, но в худшем случае 20 я оплачу. А 20 я могу взять по окончанию в ипотеку. И это уже выглядит реально. А какие проценты при ипотеке? При ипотеке в евро около 7. И это любой гражданин может сделать, да? Да, но мы помогаем. Вы поможете. Да, да. То есть в этом случае как бы только половину стоимости вы оплачиваете в рассрочку, остальную половину у вас всегда есть возможность взять еще на 10 лет. Теперь по поводу вашей помощи хотел уточнить. Кто будет входить в ваши услуги и сколько это будет стоить? Значит, подбор апартаментов, квартиры, вся информационная поддержка, проверка всех документов будет входить, договор, все, что касается вашей оплаты организации, какая нужна будет информационная поддержка. При оплате, при оформлении кредита, если надо будет, при переговорах с застройщиком, то есть там редкие языки, если нужно, в любом месте. Ну и в дальнейшем постпродажное обслуживание тоже входит. Если вы хотите сдавать, то также мы можем взять ее управление и сдавать. И сколько это будет все мне стоить? Значит, в том случае, если это от застройщика продажи, то застройщик нам оплачивает. У них в официальных прайс-листах уже включена эта комиссия, вы отдельно не платите. Если это вторичная продажа, то 6%, ну 3% покупателя, 3% продавца, мы обычно тоже ее сразу добавляем, называя цену. То есть вы берете из продавца, из покупателя проценты? Да, да, ну мы просто к цене добавляем. Как я могу узнать, что вы добавили к той цене 6%, а там 10, к примеру, ну так вот, по-честному? Ну мы можем в договоре это прописать, в принципе, продавца спросить, я не знаю, как это можно. Ну и если я у него спрошу, он же мне скажет то, что вы ему скажете? Я даже не знаю, как вам еще этот момент доказать. Нет же где-то официально зарегистрированной этой стоимости, чтобы какой-то документ принять. Да, просто достаточно часто читал о том, что покупали квартиру, въезжали, а потом выяснялось, что сосед купил на 10 тысяч евро дешевле, а хваленое агентство продало по дружбе и ободрало как глипку. Вот как этого избежать, по-честному? Ну сосед мог купить на 10 тысяч дешевле, потому что если это вторичка, продают разные собственники, и в разное время может быть тот собственник, который продал соседу, его приезжало, он заболел, кто-то умер, и он очень быстро продавал, и очень дешево. Ну конечно, бывает всякое, но у каждой квартиры есть наверняка какая-то своя честная цена. У застройщика существуют прайс-листы, то есть там как бы все покупают за одну цену, но даже если вы придете непосредственно к застройщику, будет точно так же. А есть ли у него застройщика, есть ли это будет уже готовое построенное? Ну если это готовое построенное жилье, то тоже квартиры могут принадлежать застройщику, хозяину земли, частному лицу, то есть у всех ценообразование свое. Мы обычно стараемся предложить, но мы тоже же мониторим рынок. То, что дешевле, то, что выгоднее, потому что конкуренция у нас на рынке тоже достаточно большая. Сейчас все в интернете, вы можете открыть, посмотреть, сравнить цены, если наши цены будут выше. Оль, поправьте, если я неправильно понял, гарантия того, что меня никто не обманет, это тщательно мониторить рынок и то, что мне будет предлагать агентство, сравнивать с другими агентствами, грубо говоря, только так я себя могу обезопасить. Правильно я понял? Это имеет смысл, с другой стороны, ориентироваться только на цену при покупке квартиры. Я вам уже рассказала, сколько разнообразных услуг и всего необходимо проверить. То есть если вам где-то называют очень дешевую цену, тоже же может быть подвох. Ну, конечно, поэтому я и хочу обратиться в агентство недвижимости, чтобы мне помогли и нашли выгодное предложение по честной цене и заработали честно на этом. А не ободрали меня как глипку, приезжего тут простофилю. Как мне вот это выяснить, что действительно можно иметь дело, проверить, грубо говоря, входящую цену или еще как-то? Официально этого никак не сделаешь, потому что нигде эти входящие цены, официальные цены не зафиксированы. В документах указывается кадастровая стоимость, в турецких лирах очень сильно занижена налогообложение. То есть нет возможности этого сделать. Как бы мне не хотелось и вам не хотелось. То есть иначе говоря, все равно дело спасения утопающих, рук самих утопающих. То есть надо мониторить, да? Я смотрю, если меня цена устраивает, кто там сколько зарабатывает, в принципе уже устраивает, если я понимаю, что я тоже могу на этом заработать. То есть, грубо говоря, закрыть глаза над тем, кто как зарабатывает. И если я узнаю, что сосед аналогичную квартиру при аналогичной ситуации купил на 10 тысяч дешевле, мне не расстраиваться. Да, ничего страшного, зато все заработали. Не так получается? Конечно, в рынке надо ориентироваться. Я просто не знаю, как на ваши вопросы, потому что нету какой-то официальной бумаги, где говорится, что эта квартира стоит столько. Не, ну все равно, Оль, зато по-честному, спасибо. Да, есть, например, такой момент, когда мы предлагаем инвесторам варианты. Вот сейчас в Google пришло, например, какой-то объект появляется, и мы предлагаем на ранней стадии строительства в него вступить. Обычно этому клиенту мы предоставляем аналогичные объекты, готовые в этом же районе с прайсами. И он видит наглядно, что вот продается рядом такой-такой объект, там цены по 100, а мы вам предлагаем там по 60. И он так рассчитывает, что я за 60 куплю, но за 70 продам, например. И все равно будет выгодно. Вот такие вот анализы можно сделать, сравнивать, сравнимые. Давайте еще по поводу цены немножечко вас спрошу. За оформление света, воды, налоги, что у меня ожидает, какие затраты? Значит, при оформлении квартиры вам предстоит получать ТОПУ. Стоимость оформления ТОПУ зависит от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость не очень вяжется с реальной стоимостью, то есть это по конкретному варианту мы рассчитываем отдельно. Но я вас примерно сориентирую, 1-2 тысячи евро на оформление ТОПУ. У вас уйдет там налоги, государственные пошлины, услуги переводчика при получении ТОПУ, то есть все это идет государство. Далее, если это новый дом, нужно будет оформлять искан по квартирной, первично оформлять счетчики. Это где-то потянет еще, наверное, 400 евро. Это плавающая стоимость, зависит от квадратных метров уже. Ну, где-то, наверное, 1500 и 1200, это сейчас у нас что делать? 300 евро это делает. Если же это вторичка, и кто-то в квартире уже жил, и искан этот оформил, и счетчики там есть, то тогда гораздо дешевле, вот на этом есть возможность экономить. А искан это что такое? Это техпаспорт. Их существует два. Один оформляет застройщик при сдаче дома, то есть это документ, который переводит из стадии строительства в стадии готового жилья. На основании этой бумаги, которую оформил застройщик, когда сдал дом, вы оформляете по квартирной искан. Ну, по сути дела, как бы у него юридической какой-то природы нет. Просто это повод вас взять два налога в пользу государства и муниципалитета. И дать вам возможность оформить счетчики. Ну, во всех квартирах есть этот искан или в некоторых нету? Значит, искан на дом мы проверяем, есть ли он. Это очень важно проверить наряду с другими документами, когда вы покупаете готовое жилье, чтобы на дом был искан. Если его нет, значит, есть нарушение, да, у тебя проблема. Искан на квартиру в новом жилье вы оформляете первично. Если это жилье, в котором мы уже жили, то, скорее всего, он есть, уже оформлен. Сталкиваюсь с какой-то проблемой, что у дома есть искан, а именно в моей квартире сложно получить? Нет, такого не бывает. А если в доме есть искан, на квартиру искан получить легко. Вы идете, оплачиваете два налога и получаете. Дадите гарантию, что там есть искан? Да, проверять нужно, на самом деле, много моментов. В ответстве этой квартиры тому документу о собственности. Потому что там все зашифровано, там не написано улица такая, дом такой. Зашифровано, что это именно к этой квартире имеет отношение. Что тот, кто там прописан, имеет право продавать. Что топух, в принципе, есть. Что оно не обременено ничем. Что искан есть вот этот техпаспорт на дом. Что нет задолженности по Айдату. То есть там массу всего надо проверять. Айдат что такое? Айдат это обслуживание комплексом. А с чего он складывается, какая-то цена? Он складывается из расходов, которые есть. На бассейн, на свет, на воду, на лифт, на уборку, на работников. И делят это на количество жильцов. Было много всяких таких сообщений в чатах о том, что покупали квартиру, все было хорошо. А потом фирма, которая управляет комплексом, поднимает необоснованно цены за обслуживание этого комплекса. И ничего с этим сделать невозможно. Потому что львиная доля хозяев, это один хозяин. Я так понимаю, что владелец земли или еще какой-то там местный турок, который диктует свои правила. И на голосование это никак невозможно. Каждый месяц у них что-то новенькое. Дорожает, дорожает. Такие истории бывают. Вот как от этого обезопаситься? Как от этого обезопаситься? Выбирать такие дома, квартиры, где тогда в основном иностранцы получаются. Либо нету вот такого вот собственника, который владеет большим количеством квартир. Где хорошо квартиры продаются. Хороших застройщиков предпочитают. Здесь уже вопрос может быть чуть подороже. Но таких застройщиков, которые хорошо потом управляют своими комплексами, тебя зарекомендовали. У таких застройщиков квартира 1 плюс 1 сколько может стоить? Я думаю, что в пределах 50 тысяч евро вы можете рассматривать хороших застройщиков в стадии строительства. Где это примерно может быть? Что это за комплекс? Конечно, это не будет первая линия вид на море. Но это будет шаговая доступность 500 метров, например. Какой район примерно? Например, Махмаклар. То есть в центре, конечно, в новом доме за 50 вряд ли. Но вот в Махмакларе, например, можно. Если вы рассматриваете еще с точки зрения сдачи, конечно, это должно быть близко к морю. Поэтому оптимально Махмаклар рассматриваем. Перед того, и тоже есть такие варианты. Но они будут от моря в километры. Спасибо большое. Окей. Ладно, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. По поводу Ольги. Она все правдиво говорит. Достаточно профессионально, только стоит уточнить, что обычно в контракте прописываются штрафные санкции при расторжении договора. Но очень важно знать, что по закону Турецкой Республики покупатель имеет полное право расторгнуть договор до получения ТАПУ с полным возвратом всех денежных средств без штрафов. Итак, подведем итог. Самая дешевая заявленная квартира стоит 29 тысяч евро. Наверное, мне придется съездить и посмотреть, что за квартиры, и вам показать, чтобы вы понимали, как выглядит самая дешевая квартира от риэлтора. Кроме стоимости самой квартиры, дополнительно вам придется заплатить около полутора тысяч евро на госрегистрацию, налоги, пошлины, бумажки, срок проверки и оформления сделки от двух до четырех дней. Можно оформить ипотеку или беспроцентную рассрочку максимум до двух лет. Но если наступит очередная пандемия, отсрочку банки дадут наперед этой самой пандемии. Потом придется вам выплачивать сразу за все предыдущие месяцы. Купить сейчас, типа из-за бывшего карантина, квартиру на 30-40% дешевле у вас не получится. Стоимость услуг риэлтора зависит от риэлтора. Кто-то возьмет с вас, как с покупателя, 3% за свои услуги, кто-то с вас ничего не возьмет, а возьмет с продавца. В услуги риэлтора входит, как правило, все. Начиная от встречи в аэропорту до размещения и кормежки. И угадайте, кто за все это платит? Я с агентами не спорил и не пытался их в чем-то улечить, но какие выводы напрашиваются сами. Разные агентства и риэлторы предлагают свои объекты, в которых они заинтересованы сами. Кто-то, например, предлагает предложение только от застройщика, а ведь вам может подойти и вторичка. Кто-то, наоборот, предлагает только вторичку, и у вас не будет тогда возможности рассмотреть строящиеся объекты, а ведь там есть очень много плюсов. Например, можно оформить ипотеку до 10 лет или беспроцентную расстрочку до окончания строительства объекта. На данный момент в Алании самая длинная расстрочка составляет где-то примерно 2,5 года. Можете внести изменения при планировке и строительстве квартиры, заказать за минимальные деньги теплый пол, к примеру, удобная опция трейд-ин, когда вы переезжаете из одной квартиры застройщика в другую с минимальной доплатой и многое другое. Уверен, что при покупке недвижимости чем больше выбор, тем лучше результат. Нужно тщательно выбирать агентство недвижимости, которое вам предоставит самый широкий выбор, исходя из ваших пожеланий. Так что правильно выбирайте агентство недвижимости и смело покупайте себе жилье. На вопрос, когда же лучше всего покупать квартиру, отвечу так. Квартиру покупать никогда не поздно. Если остались вопросы, пишите на почту, ватсап, в соцсети. Отвечу всем, проконсультирую каждого. Вся информация в описании к этому видео. Друзья, я знаю, почему вы рассматриваете переезд в Турцию. Ведь я сам еще недавно был на вашем месте. Если решились, не останавливайтесь и все у вас получится. Всем спасибо за то, что досмотрели и за то, что поделились этим видео. Дин-дин-дин, ассаляма, гели-гели. Ну, наконец, просто чао.